Ребят, всем большой привет! Я очень рада видеть вас у себя на канале. Как всегда, хочу сказать огромное спасибо за то, что вы с теплотой и отзывчивостью принимаете мои новые ролики. Как длинные обзоры, так и короткие шорты. Это очень помогает моему каналу расти и развиваться. И также моему каналу могут помочь ваши подписки, лайки и комментарии. Так что обязательно подписывайтесь, если еще этого не сделали. И также я вас не устаю звать в свой телеграм-канал. Там очень много интересной литературной информации, различные конкурсы, викторины, записи из дневников писателей. И просто факты и моменты, которых вам 100% не рассказывали на уроках литературы. Так что подписывайтесь и на телеграм-канал тоже. Ну и прежде чем мы с вами приступим к теме видео, я бы хотела рассказать о двух моментах. Первый момент касается вот этой растяжки у меня за спиной. Ты все можешь, если вы вдруг в чем-то сомневаетесь, то это знак. Но я хотела сказать, что я по-всякому, по-разному пыталась выставить кадр. Но все равно получается так, что моя голова перекрывает немного букв из этой надписи. Но я думаю, что ничего страшного. И второй момент касается вот этого. Я немного приболела и на губе вылезло то, что вылезло. Я надеюсь, что вас это не сильно будет совмещать. 11 апреля во всем мире вспоминают жертв концлагерей. И сегодня я хотела бы вам рассказать о двух книгах. А точнее, скорее об авторах этих книг, которые очень сильно связаны с концлагерями. Первая книга Эдит Евы Эггер называется «Выбор». И вторая книга Виктора Франкла «Сказать жизни да». Оба этих человека, оба этих автора были в концлагерях. Они прошли их, они выжили. Я бы очень хотела сегодня поделиться с вами историями их жизни для того, чтобы, может быть, в какой-то степени вдохновить, поддержать вас. Ну и для того, чтобы в очередной раз напомнить, что то, что происходило тогда, никогда и ни при каких обстоятельствах не должно повториться. Надо сказать, что для меня обе эти книги в разные периоды времени были очень сильной опорой, очень сильной поддержкой. И в них я смогла почерпнуть, вот знаете, ту самую мудрость и тот самый костыль, который помог мне пережить и выстоять в каких-то моих жизненных невзгодах. Биографии этих людей я разделила на три момента, на три этапа. Это жизнь до лагеря, жизнь в самом лагере и жизнь после лагеря. И, собственно, по этим этапам мы с вами и пройдемся. Конечно, строить параллели очень глупо и очень странно, потому что каждый человек и судьба каждого человека неповторима. Но так или иначе, в жизнях этих людей были моменты схожие. И я тоже постараюсь это вам подсветить. Ну что, давайте приступим. И первый этап – это жизнь до концлагерей и вообще в целом жизнь до войны. И давайте мы с вами начнем с Эдит Эггер. Уступим место даме. У Лаёша Элефанта, известного Портлёва, и его жены Илоны было три дочери. Старшая Магда была первой красавицей города Кошица и играла на пианино. Средняя Клара была талантливой скрипачкой и училась в консерватории в Будапеште. А младшая девочка Эдит родилась 29 сентября 1927 года и увлекалась балетом и танцами. И также занималась гимнастикой. Она даже стала членом олимпийской сборной Венгрии и очень сильно мечтала поехать на Олимпиаду. Но, как вы понимаете, семья Элефантов была евреями. И в 1942 году венгерское правительство принимает антиеврейские законы. Эдит не удается попасть на Олимпиаду как раз-таки из-за того, что она была еврейкой. Надо сказать, что в 1918 году, за 9 лет до рождения Эдит, Кошица, ее родной город, назывался Кашей и входил в состав Королевства Венгрии. А потом город стал частью Словацкой Советской Республики. В ноябре 1938 года Венгрия аннексировала город и казалось, будто дом вновь стал родным кровом. Но все стало еще сложнее. В начале войны Венгрия, та страна, в которой жила Эдит и ее семья, была на стороне Германии. Но затем, ближе к концу войны, примерно в 1944 году, Венгрия изменила, так скажем, свои политические убеждения и хотела перейти на антигитлеровскую сторону. Из-за этого некоторые части Венгрии были под немецкой оккупацией, потому что Германия, конечно же, не хотела так просто, ну или вообще в целом не хотела, чтобы Венгрия переходила на другую сторону, и в стране ужесточилось положение в общем, ну и евреев в том числе. Надо сказать, что семья, конечно же, понимала, что дело катится просто в какую-то глубокую яму, но, как писала сама Эдит в своей книге, они приняли сторону отрицания, и как будто бы, знаете, вот это отрицание позволяло так или иначе мириться с тем, что происходило в стране и в ее родном городе. В своей книге она очень подробно описывает жизнь до войны, и я бы очень сильно вам советовала почитать для того, чтобы углубиться, знаете, для того, чтобы прочувствовать то положение и прочувствовать те эмоции, которые она испытывала. Эдит, тем не менее, старалась также не замечать всего происходящего. Она была маленькой девочкой, ей было всего 16 лет, то есть что она могла понять, что она могла, знаете, прям вот настолько сильно прочувствовать и настолько сильно испугаться. Наверное, могла, но, тем не менее, она очень хотела жить, и она очень сильно пыталась жить обычную жизнь. Она встретила свою любовь. Это был молодой юноша по имени Эрик. Они с ним гуляли, они с ним танцевали, они с ним забегали в кино, несмотря на то, что евреям нельзя было вечером выходить вообще в целом из дома. Вот с таким багажом она и её семья подходят к тому моменту, когда в апреле 1944 года её семью отца, мать, старшую сестру Магду и ещё 12 тысяч евреев отправляют на кирпичный завод, где они прожили целый месяц. Только самой старшей сестре Кларе удается избежать этого, потому что она была в Будапеште, и её там скрывал её учитель музыки. В мае 1944 года, когда Эдит был 16 лет, всех людей из гетто погрузили в вагоны для скота и отправили в концлагерь Освенцим. Также этот лагерь известен под немецким названием Аушлиц. И теперь я предлагаю вам поговорить о том, какая жизнь до войны была у Виктора Франкла. Он родился на 22 года раньше, чем Эдит, 26 марта 1905 года. И надо сказать, что до момента депортации в лагерь он, конечно, успел пожить гораздо больше и успел сделать гораздо больше, чем Эдит. Семья Франклов, конечно, тоже была евреями. Его отец дослужился от простого государственного стенографиста до руководящего поста в Министерстве социального обеспечения. В автобиографии сам Франкл писал, что он мечтал стать врачом с трех лет. К 16 годам тема психологии, тема разума и чувств все более и более захватывала Виктора Франкла. Он восхищался психоанализом Фрейда и даже посвятил свою самую первую научную работу вот как раз-таки этому методу. Подросток отправил текст кумиру, и тот неожиданно ответил. И не просто ответил, а спросил у Франкла разрешение опубликовать материал в международном журнале психоанализа. Три года спустя эта статья была опубликована, а незадолго до этого сам Виктор случайным образом познакомился с Зигмундом Фрейдом. Как это вообще происходило? Во время прогулки по Венскому городскому парку он увидел мужчину в поношенной шляпе и куртке в заплатках. Старик опирался на трость, его лицо показалось Франклу знакомым по газетным снимкам. Я имею честь говорить с Зигмундом Фрейдом, спросил у Виктора Франкла, торопливо попытался представиться, то есть кто он такой. И в этот момент Фрейд его остановил и сказал, что вы тот самый Виктор Франкл, и далее назвал его адрес. Основатель психоанализа запомнил Франкла по переписке, потому что Франкл прилежно писал учёному о всём том, что его как подростка волновало. Был период, когда Виктор Франкл отказался от психоанализа и готовился к карьере обычного врача, дерматолога или гинеколога. Но спустя какое-то время он вернулся к изначальному замыслу и в 1925 году сдал экзамен в Международном союзе индивидуальной психологии и присоединился к школе Альфреда Адлера. Но там тоже спустя какое-то время произошёл комплект из-за того, что Виктор Франкл был не согласен с теми методами, которыми Франкл пользовался в психотерапии. И уже скоро его исключили из этой школы, потому что Адлер терпеть не мог не согласно. Изгнание лишило Виктора возможности обмениваться идеями с коллегами и отдалило от академического сообщества. Но деятельный молодой психиатр, как и всегда, стремился реализовать собственный метод на практике. Он организовывает такой центр поддержки для предотвращения самоубийств и работает с людьми, которые совершили самоубийство и выжили, или которые вот-вот были, допустим, в шаге от самоубийства. Франкл расспрашивал этих людей, что их сподвигло на самоубийство или что их, наоборот, удержало от него. И благодаря своему личному участию докапывался до сути, докапывался до тех моментов, которые могли бы придать этим людям смысл жизни. То есть его идея состояла в том, что даже в самых тяжёлых моментах, даже в самых тяжёлых каких-то периодах жизни можно найти смысл и цель, ради чего жить и ради чего выживать. И именно поиску смысла, именно поиску целей он посвятил свой метод психотерапии, который назвал «логотерапия» от греческого слова «логос», которое обозначает не только слово, но и смысл. Надо понимать, что, конечно же, гитлеровский режим с первых дней очень сильно ударил по Виктору Франклу, потому что в какой-то момент, когда он вещал по радио о неврозах, заявился коричневый рубашечник и потребовал от психиатра сворачиваться. В тот момент Виктор не знал о состоявшемся перевороте и особенно удивился солдату в нацистской форме. Ему пришлось собрать всё мужество и включить ораторское мастерство, чтобы послать штурмовика куда подальше и дочитать доклад до конца. Несмотря на этот локальный успех, он понимал, что в нацистской Австрии его положение очень шатко, и чем дальше, тем будет только хуже. Молодой психиатр так и не покинул Вену, он не покинул свою родную страну, хотя к тому моменту он получил трёхнедельную визу в США и мог туда уехать, то есть избежать того, что с ним будет происходить дальше. В этот период он возглавлял неврологическое отделение в еврейском госпитале Ротшильда, и поэтому казалось, что в начале войны ему не грозила ни бедность, ни депортация в концлагерь. И именно вот этот отрезок жизни считается самым противоречивым в жизни Виктора Франкла, потому что вот находясь в этой клинике Ротшильда, он спасал от самоубийств тех людей, которые очень хотели это сделать, именно из-за того, что они были евреями, и они понимали, чем всё дело для них кончится. И многие люди затем, вот после войны уже часто обвиняли Франкла в том, что какое он имел право спасать людей от самоубийств, если в дальнейшем оказывалось так, что они находились в более худших условиях, чем если бы в тот момент они ушли из жизни. То есть получается, что некоторые люди считают, что Виктор Франкл возомнил себя богом и мог решить, кому умереть, а кому не давать умереть. Надо сказать, что 9 месяцев спустя госпиталь Ротшильда всё-таки закрывают. За некоторое время до закрытия он знакомится с Тилей Гроссер, которая работала в этом госпитале медсестрой, и они женятся. И вот здесь такой момент, который, знаете, просто безумно разрывает мне сердце. Спустя некоторое время после свадьбы Тилю узнаёт, что она беременна. Но в тот момент уже положение евреев настолько плохо в стране, что им запрещают рожать. И они просто всячески пытались либо сначала скрыть, либо, если уже скрыть было невозможно, то рожать в каких-то подпольных организациях, не в официальных городских клиниках. И они, Тилей и Виктор, принимают решение сделать аборт. Это просто ужасно. Насколько всё это не укладывается в моей голове, я обязательно поговорим об этом позже. И в сентябре 1942 года за родителями Виктора, за им самим и за его женой Тилей пришли. И всех четырёх отправили в Терезийен штат. Брат Франкла оказался в лагере ещё раньше за попытку бегства из страны. Спастись от нацистов удалось только их старшей сестре, которая сначала добралась до Мексики, а затем уехала в Италию. Ну и здесь наступает самое страшное в жизнях обеих этих людей. Это, конечно, концлагерь. Я очень постараюсь не плакать, не расстраиваться, потому что для меня невозможно рассказывать об этом, невозможно читать об этом без слёз. И, как всегда, начнём тогда с Эдит Эггер. Как вы уже знаете, её отправили в Освенцим, он же Аушвиц. И по прибытию туда всех мужчин и женщин разделили, и своего отца, к сожалению, Эдит больше не видела. И в этой женской очереди тоже было повторное распределение. То есть всех девушек и женщин, которые младше 14 и старше 40, отправили в одну очередь, а всех девушек и женщин, которые находились вот в этом промежутке, отправили в другую очередь. Это было сделано для того, чтобы самых таких крепких, самых молодых оставить для выполнения тяжёлых работ. И вот здесь тоже был момент, который разорвал мне сердце, и который разорвал сердце со мной Эдит. И она очень часто и очень много потом об этом вспоминала, что когда они втроём, мама Магда, и она стояла в очереди, и к ним подошёл доктор Менгеле и спросил, указывая на маму, кто это? Это твоя мама или это твоя сестра? И Эдит сказал, что это её мама. И она потом постоянно задавалась вопросом, А что было бы, если бы она сказала, что это не мама? Если бы она сказала, что это сестра? Может быть, у мамы была бы возможность и шанс выжить и продлить свою жизнь? А так получилось, что её отправили в ту очередь, которых загнали в барак и включили газ, и свою маму она тоже больше не видела. Первый же вечер в Освенциме Эдит вновь встретилась с Йозефом Менгеле, известным как «Ангел смерти». Он ставил жёсткие эксперименты над заключёнными и решал, кого отправят газовые камеры. Он часто приходил по вечерам в бараки и искал талантливых заключённых. На этот раз он захотел, чтобы кто-то перед ним станцевал. Девушки, которые уже знали, что Эдит раньше занималась балетом, вытолкнули её вперёд. Менгеле приказала ей танцевать. И чтобы ей было не так плохо и не так страшно, она представила, что она танцует в Будапештском театре оперы. И вот этот танец перед этим «Ангелом смерти» в какой-то степени, кто знает, спас ей жизнь. В том плане, что Менгеле остался доволен и ничего с ней в итоге не сделал. А также она в знак благодарности, если можно вообще так говорить, получила буханку хлеба, которую затем разделила со всеми людьми, которые жили в этом бараке. В своей книге она очень подробно рассказывает о тех ужасах и о тех моментах, которые ей пришлось пережить в лагере. Я вам прям от всей души советую прочитать, чтобы окунуться и чтобы прочувствовать, насколько она сильный человек и насколько она стойкий духом человек. И вот здесь она впервые говорит ту мысль, которая очень часто и очень много будет повторяться в течение всей книги. И эта мысль заключается в том, что у нас есть выбор. У нас всегда есть выбор, как относиться к тем или иным обстоятельствам своей жизни, как реагировать на ту или иную ситуацию, что чувствовать или что, наоборот, не чувствовать. У нас могут отнять абсолютно всё. У нас могут отнять родители, у нас могут отнять квартиру, у нас могут отнять вещи, у нас даже могут отнять нашу внешность. То есть у нас могут отнять волосы, отнять ногти, что угодно могут отнять. Но никто не может отнять того, что у нас внутри. И никто у нас не может отнять право выбора, право выбирать, как реагировать на происходящее. В Освенциме она проводит 8 месяцев. И затем происходит такой марш смерти, как она его сама назвала. В январе 1945 года советские войска стали наступать на территорию Польши, и немецкое командование решило переправить заключённых Освенцима в другие лагеря Германии и Австрии. И тогда 60 тысяч заключённых, которые были в лагере, прошли 300 километров пешком. Представляете, 300 километров. Даже для здорового человека, полного сил, энергии, там, не знаю, спортивно подготовленного, 300 километров пешком — это просто нереально. Не говоря уже о тех людях, которые содержались в концлагерях. И надо понимать, что если там кто-то падал, если кто-то отставал от строя, если кто-то шёл не в ногу, немцы их сразу расстреливали. Не знаю, это не укладывается в моей голове. Как говорила сама Эдит, она добралась до пункта назначения лишь благодаря сестре и подругам, с которыми она когда-то разделила заработанный танцами хлеб. Девушки буквально донесли Эдит на руках. И они прибыли в один из филиалов лагеря Маутхаузен в Австрии. К тому моменту она была очень слаба, и она даже не понимала, где она находится, что с ней происходит, сколько часов она спала или сколько дней она спала. И она просто лежала. Просто лежала. 4 мая 1945 года в лагерь вошли американские солдаты. И к тому моменту, как я уже говорила, Эдит не могла даже пошевельнуть рукой. Её спас счастливый случай, если можно вообще так говорить, потому что её сестра Магда, она смогла взять в руки консервную банку. И получается, что солнечный луч попал на вот эту банку, и от неё такой блеск произошёл, всплеск. И американский солдат увидел и понял, что Магда жива. И, соответственно, она сказала, что её сестра Эдит тоже жива. Её вытаскивали из груды трупов. Я вот просто не представляю, что было бы, если этот американский солдат не нашёл, не заметил бы этот блик света или просто бы не захотел этого делать. Потому что, представляете, ванища — это груда трупов. Надо же как-то их как бы рыться там, пытаться вытащить человека. Это просто какой-то кошмар. И вот так, таким образом, закончилось пребывание Эдит в концлагере. Что же до Виктора Франкла? Как он смог пережить лагерь? Как вы понимаете, попав в лагерь, он был уже таким сформированным человеком. У него были знания и был опыт в психотерапии. И может подуматься, что с какой-то стороны ему было легче. Не знаю, мне очень тяжело об этом судить, но давайте поподробнее. То есть, что он делал и как он справлялся. Надо сказать, что первый лагерь, в который он попал, Терезинштадт, считался образцовым гетто. Условия для заключённых там были мягче, чем в большинстве других лагерей. Однако, даже эти поблажки не спасали пожилых узников от мучительного угасания молодых и здоровых, от физического истощения и мысли о суициде. Вначале его ещё грела мысль о том, что он сможет там нормально существовать вместе со своей женой Тилли. Но затем стало понятно, что нет, это просто нереально. В этом же лагере, в Терезинштадте, умер его отец. И одним из таких смыслов существования стала психологическая помощь другим заключённым. В лагере Франкл повстречал немецко-польского раввина и философа Лео Бека, который разделял взгляды австрийцы на милосердие и стремление помочь товарищам. Они устроили нечто вроде клуба и проводили на чердаке тайные собрания, где читали лекции. На счету у Виктора как минимум 10 публичных выступлений за 2 года и 7 месяцев в Терезинштадте. Он рассказывал о восхождении в Альпы, гармонии с собой, способах улучшения сна и о том, как с помощью медитации дистанцироваться от пугающего настоящего с его голодом, болезнью и разлукой. С помощью другого заключённого, доктора Карла Фляйшмана, Франкл собрал так называемый шок-отряд или шок-группу. Что она делала? Эта группа помогала вновь прибывшим преодолеть первый шок от концлагерей, от их уставов и правил. Позднее вот этот шок-отряд был преобразован в настоящую шпионскую сеть по предотвращению самоубийств. Как только среди заключённых проходил слух о том, что кто-то хочет прыгнуть на проходящую по периметру колючую проволоку под высоким напряжением, об этом немедленно сообщали Франклу. И он старался использовать в работе вот с этим заключённым методы логотерапии. То есть он помогал найти ему смысл, смысл и цель, ради чего можно было пережить то, что он сейчас переживал. Позже Франкл, так же, как и Эдит, оказывается в Освенциме, в Аушевице, и он тоже встречается с этим печально знаменитым доктором Менгеле на вот этой самой первой дифференцировке, не знаю, как это правильно называть. Он из-за своей наблюдательности природной понимает, каким примерно образом Менгеле распределяет людей в ту или иную очередь. Секрет заключался в том, что Менгеле отделяло здоровых и физически крепких заключённых от хилых, и последних сразу отправляли в газовые камеры. Осознав этот принцип, Франкл выпрямился, набрал в грудь побольше воздуха, и Менгеле сначала сомневался, как-то он так присматривался очень сильно, но затем всё-таки отправил Франкла в ту очередь, которая, к счастью, не пошла, затем выказывал камеру. В другой раз жизни Виктору спас старость, надзиравший за другими заключёнными в Освенциме. Как и Франкл, он был родом из Вены, и когда психиатр оказался последним в группе из ста человек, которых должны были отправить с неизвестной целью на этап, ну, скорее всего, для того, чтобы просто убить, этот староста незаметно вытолкнул Франкла и затем поставил на его место какого-то другого человека. И именно такие моменты убедили Франкла в том, что найти смысл жизни — это задача самого человека, то есть нет необходимости обращаться ко всем вокруг, к книгам, я не знаю, к мыслителям, к философам, нужно обратить этот вопрос к себе и попытаться найти внутри себя тот смысл, ради которого ты будешь жить и выживать в самых нечеловеческих условиях. К сожалению, мать скончалась в Освенциме, выказывая камере, а его брат на руднике. Что касается его жены Тили, вот тоже, знаете, такая безграничная и очень сильная любовь, она сама вызвалась вместе с Виктором поехать в Освенцим. Но последние месяцы войны содержалась в лагере Берген-Бельзен, где повышевала эпидемия Тифа. Там она дождалась освобождения англичанами, но, к сожалению, так и не встретилась с Виктором, и почему не встретилась, что с ней случилось, так до сих пор и неизвестно. По версии самого Франкла, ослабевшую женщину могли просто затоптать во время того, как вот этот лагерь освобождали и как толпа хлынула к воротам. Сам Виктор недолго содержался в Освенциме, далее его перевели в другие лагеря. С октября 1944 года он содержался в разных филиалах Дахау. И надо сказать, что в каких бы лагерях он не был и в каких бы местах он не был, он не оставлял свою психологическую деятельность как, так скажем, пассивную, то есть он наблюдал, что происходит с заключёнными, он даже выделил три фазы адаптации психики к происходящему, так и активную деятельность. Он пытался работать с людьми как медик, то есть он был врачом в одном из филиалов Дахау и работал с людьми, которые болели тифом, так и как психолог. То есть он из раза в раз помогал своим пациентам найти смысл жизни, найти смысл и цель, ради чего им выживать. 27 апреля 1945 года лагерь был освобождён союзниками. И теперь давайте поговорим о том, как сложилась жизнь этих двоих людей уже после концлагерей. Начнём, как всегда, с Эдит. Она какое-то время после освобождения из лагеря жила у себя в кошице и лечилась от тех последствий, которые нанёс ей лагерь. У неё был сломан позвоночник, и она просто очень долгое время не могла ходить. Далее она знакомится со своим мужем, его зовут Белла, и несмотря на все страхи, на все уговоры врачей, она рожает ребёнка и рожает здоровую дочь. Однако жизнь у молодой семьи на родине не сложилась. Белла был состоятельным человеком, имел большой капитал и поместье, и в начале 1948 года в Чехословакии случился коммунистический переворот, власти стали изымать земли, и Белла попала в тюрьму. И только благодаря тому, что Эдит была просто нереально сильной и смелой духом, она пошла в тюрьму, и она вытащила Беллу оттуда. Но пришло понимание, что нужно эмигрировать, потому что там на родине уже просто невозможно было спокойно жить. Эдит вместе со своей семьёй переезжает в США, и там она становится психологом. Не так сразу, что они переехали, и она тут же стала психологом. Нет, она прошла очень долгий путь от просто полного безденежья, когда они считали с Беллой каждую копейку, до того момента, когда она отучилась, причём она отучилась уже в сознательном возрасте, и стала психологом, стала помогать другим людям бороться прежде всего с ПТСР, то есть с посттравматическими расстройствами. И уже в возрасте 90 лет она написала книгу, вот как раз таки эта книга «Выбор», которая очень подробно рассказала о всём том, что она пережила до, во время и после концлагеря. Что же делал Франкл? Он заново обосновался в Вене и взял на себя ответственность за собственную жизнь, завершил работу над утерянной рукописью, возглавил неврологическое отделение Венского городского госпиталя, женился во второй раз и воспитал дочи Габриэль, которая тоже в будущем стала психологом. И он написал несколько книг, одна из них — «Сказать жизни, да», в которой он каждый раз возвращается к мысли о том, что каждый человек ответственен за свою жизнь. И каждый человек несёт ответственность за то, как он поступает со своей жизнью. То есть он наполняет её или он сдаётся. То есть можно сказать, что каждый из них, каждый из этих двоих людей смог справиться с тем, что он пережил, смог справиться с обстоятельствами и не стать жертвой. Я не могу назвать их жертвами концлагерей, я могу их назвать людьми, которые имели такой опыт и которые смогли его преобразовать в нечто большее. И вот сейчас я хочу рассказать о том, почему эти книги, я считаю, очень важными и почему я советую от всей души вам прочитать. Несмотря на то, что у этих людей был разный опыт, их мысли и их идеи в каких-то моментах пересекаются. То есть каждый из них говорит о том, что у нас есть выбор, как относиться к жизни. То есть мы можем или сдастся, или найти смысл в своей жизни. То есть у нас всегда есть выбор. Если у нас отнимет абсолютно всё, никто не отнимет того, что у нас внутри. Никто и никогда не сможет этого сделать. Это просто нереально. Мы можем только сами у себя отнять этот смысл. И этим мне эти книги очень нравятся. Тем, что они не перекладывают ответственность на кого-то, они возвращают нас к той мысли, что мы сами ответственны за то, что испытываем в тех или иных моментах. Да, мы не можем быть ответственными за происходящее вокруг. Мы не можем даже повлиять на это. Но мы можем повлиять на то, что происходит с нами внутри. И для меня эти люди — это пример, что даже после самых-самых тяжёлых моментов, когда кажется, что хуже уже не может быть, они смогли выжить, они смогли найти себя, они смогли реализоваться, они смогли найти в своей жизни смысл, и они смогли выбрать жизнь. И я очень благодарна за то, что эти книги как-то попали ко мне в руки, и в который раз я очень сильно вам советую эти книги прочитать. Ну что, это всё, что я хотела вам сегодня рассказать. Я надеюсь, это видео было для вас полезным. Спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться и писать комментарии. Может быть, вы что-то хотели добавить ещё, какие-то ещё мысли вас поразили, вдохновили. Я буду очень рада с вами пообщаться. До скорых встреч и всем пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok